Вот гадина искусственная. Ладно, а если вот так? А? Выкусил? Сдавайся, теперь это без шансов. Что? Опять мат? Да сволочь ты! Не, ну это издевательство. Всё, достал Нострадаму с фигов. Сейчас мы нормально сыграем в шахматы. Это что такое? Систенки, я просил подготовить расходников для игры в шахматы, не прокачивая их мозги, а чтобы вы сделали из них фигуры. Да более игровое не забудьте. Пригодится. Первый механический шахматный автомат назывался Турок и был, откровенно говоря, полным разводом. В 1769 году Вольфганг фон Кемпеллен создал типа механической куклы, которая играла с человеком в шахматы. Хотя на деле внутри большого ящика, стола, сидел живой шахматист и дергал за ниточки. Ну вот, другое дело. Мне нравится ваш творческий подход. Продолжайте. Первым же настоящим шахматным автоматом был компьютер Белл, созданный в 1983 году. Вот, отличные шахматы получились. Давайте тащите сюда самый лучший искусственный интеллект, сейчас мы с ним мозгами схлестнёмся. В 1994 году компьютерная программа Фридс 3 выиграла Гарри Каспарова, ну и ещё трёх мировых чемпионов по шахматам. Но Гарик тогда занозился и смог отыграться. А вот в 1997 году компьютерная программа Дип Блю порвала всё того же Гарри Каспарова, как Тузик Тряпку. И вот с тех пор с компьютером особо никто не хочет играть. Ну что ж, железяка, ты готов? Что два? Победа через два хода? Ха, щас, разбежался. Систенки, раздайте всем фигурам револьверы, кроме тех, кто играет за королей. Для справки. Компьютер в 90-х годах просчитывал наперёд около 200 миллионов вариантов развития игры. Каждые три минуты. В то время как человек мог 10, но от силы 15 вариантов. Ну а современные компьютеры вообще те тварюги, не оставляющие никаких шансов человеку. Однако у меня есть идея, как внести в эти миллионы просчитанных вариантов немножечко хаоса и непредсказуемости. Человечности, так сказать. Значит так, слушай сюда, железяка. Играем в шахматы, пока есть живые фигуры. То есть после каждого хода все фигуры делают по одному выстрелу себе в голову, играя в русскую рулетку. Продолжаем игру оставшимися везунчиками. Чур я играю за белых. Хожу первый. Поговаривают, что играя русская рулетка появилась примерно в начале 20-го века. Когда русские офицеры, дабы доказать, что у них стальные шарики, оставляли один патрон в револьвере и демонстрировали всем свою отвагу. Но по большому счёту тупость. Как ни странно, но у многих, кстати, получалось. Выживать. Ну что, погнали? Е2, Е4. Так. А теперь все подняли пистолеты и крутим барабаны. Крутим, 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 крутим. Стоп. Пистолеты к виску. Удачи. Э, что такое? Куда же я пропала? Алё? Да блин, самое интересное же. Ну, ну. Так, что я пропустил? О, неожиданно. А, ассистентки, а вы сколько патронов зарядили? Всё нормально. Я спокоен. Нет, блядь, я вообще не спокоен. Чё за фигня? Железяка, но мы же с тобой понимаем, да, что ничья тут никого не устраивает. Поэтому теперь наши короли будут тоже с револьверами. Продолжаем. Твой ход. Ага. Крутите барабаны. Крутим, 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 крутим. Стоп. Момент истины. Ха. Знаешь, Железяка, ты был всё-таки прав насчёт двух ходов. Ой, вот только не надо теперь давить интеллектом и говорить, что всё это было ожидаемо. После мата в шахматах мозгами никто не раскидывается. Да-да-да, Железяка, если бы ты мог, ты бы проверил количество патронов в пистолетах. Слушай, если ты такой умный, ты должен знать главное правило в шахматах. Взялся за фигуру? Подписывайся. Продолжение следует...